Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале! Сегодня у нас вкуснейший борщ, черный ржаной хлеб, который я обожаю, хотя хлеб я ем очень редко, сметанка, здесь маринованные огурчики, маринованные такие вот шампиньоны. Рецепт на борщ, рецепт на шампиньоны будет внизу в инфобоксе. Давайте приступим. Чаёк у нас здесь. Уберём в сторону и добавим немного сметаны. Раньше я всегда кушала с майонезом борщ. Как я люблю борщ. Особенно, знаете, под холодную погоду сидишь где-то там, не знаю, на даче, и тут такой горячий борщ, холодную погоду, ещё бы камин для полного счастья. Вот, делаем вот так. Вчера бабушка перепугала нас просто. Встала в 12 и сказала, ребята, я сегодня умираю. Мы, на самом деле, очень сильно испугались, думали, всё, потому что её сестра как раз-таки так и умерла. В общем, бабушка попросила ей приготовить перед смертью одно блюдо. Она его поест и умрёт, как сказала она. Мы, честно, очень испугались, думали, всё, сейчас. Мама приготовила, я не знаю, как по-русски это блюдо называется, у нас это умач. Бабушка поела целую тарелку, потом она сказала, что нет, вроде как мне стало лучше. И не умерла. И слава богу, вы знаете, вроде кажется, что бабушке уже 90 лет, и уже люди должны свыкнуться с тем, что она скоро умрёт. Но принять этот момент и просто вот так вот легко отпустить бабушку очень тяжело. Хотя ей уже в следующем году 90 всё равно. В общем, у меня с дедом была похожая ситуация. Аллах, как говорится, я не знаю, как по-русски, царство ему небесное. Он был врачом, очень образованным, умным человеком. Кстати, каждый раз, когда бабушка рассказывает про это, у меня прямо мурашки по телу. У него, к сожалению, была онкология. И ушёл он из жизни очень рано. То ли 60 ему было, то ли 65. И вы представляете, он почувствовал, что он скоро умирает. В тот вечер, когда он умер, он там позвал бабушку и сказал, что я умираю. Приготовь какое-то блюдо и позови священника. Но у нас это мула. Бабушка не поверила. Начала говорить, что ты ерунду говоришь. Какой умирать? У нас ещё сколько дел с тобой? Столько проблем. Он сказал, что нет, я умираю. В общем, позвали Моллу. В общем, Молла начал читать ясен. Не знаю, как по-русски. Я себе на такая книжечка. Как молитва. А, вот, молитва. Это молитва. И вы представляете, в процессе того, как Молла читал молитву, в этом процессе он как раз-таки и скончался. Бабушка всегда в таких подробностях об этом рассказывает. И у меня всегда мурашки по телу, как человек мог почувствовать, что он скоро умирает. Наверное, всё-таки люди это чувствуют как-то приближение смерти. Не знаю. Вообще, дед изначально знал, что вылечиться у него не получится, так как он сам был медиком, когда ему поставили диагноз, он уже знал. Вообще, я очень люблю слушать, когда бабушка рассказывает про свою жизнь, про свою молодость, не знаю, какие-то моменты сравнивать. Так как я никогда не видела своего дедушку, я очень много слышала и от папы. Много чего интересного про него. Папа всегда очень хвалил деда. Я знакома была с дедушкой и бабушкой со стороны мамы. Получается, из всех дедушек и бабушек у меня только осталась бабушка, которая живёт вместе с нами. Все остальные уже умерли. так как у меня мама самая младшая в семье. И папа тоже. Такое больше вкусное. В общем, удивительно, то, что в некоторых случаях люди чувствуют, что скоро приближается смерть. Мне сегодня во сне приснилось, что типа я умираю. Я вот чувствую, как я умираю. То есть у меня потихоньку начинают неметь ноги, потом руки. Я понимаю, что всё. Такой странный сон мне приснился. Не знаю, к чему. Возможно, из-за того, что вот с бабушкой ночью произошло такое. Сегодня уже бабушка себя потрясающе чувствует. Обалденно. То есть смеётся, угорает и так далее. То есть бабушка в свои годы неплохо себя чувствует, на самом деле. Просто время от времени у неё поднимается давление. Вот так. Она спокойно может сама себе налить чай. Не знаю, ходит по квартире. спускается по лестнице, поднимается. Это, конечно, очень хорошо. Мне кажется, одно из самых тяжёлых в этой жизни стать беспомощным. Извиняюсь за такие подробности. Например, ты не можешь сходить в туалет. Ты не можешь как-то сам себя обслужить. Вот тогда очень тяжело. Иногда я думаю, я не хочу долго жить. Хочу дожить где-то до 70 и всё достаточно. Вот. А потом, когда живу всё больше и больше и понимаю, что нет, я ещё не насытилась жизнью. Какие вы дела? Очень сочный, вкусный борщ. Хотя, знаете, такая большая порция у меня здесь. я люблю именно, когда в борщ очень много воды. Он с мясом. Но я не люблю, когда куски мяса прям слишком большие. У меня брат как любит борщ. Это вообще он может себе налить ведро. И всё потихоньку есть. Это ведро сделаем вот так вот. Я вам отсняла материал и рассказала про то, что меня с канала сняли партнёрку. многие не поняли, из-за чего это произошло. Дело, ребят, в тегах. Нельзя одни и те же теги писать под каждым видео. слава богу, слава богу, мне всё восстановили. Сейчас всё работает просто как часы. Просто многим стало интересно, я решила осветить эту тему. делаю теги. И в Навальном многие начали писать, что вот, это скорее всего, потому что ты говорила про Навального. Наоборот, нет таких каких-то ограничений. Смотрю на эти митинги, просто в шоке, что там творится, ребят. Может какой-то... В общем, на этом все, мои хорошие. Было очень вкусно, я доела. Если вам не сложно, если вы все равно меня смотрите, мне будет ну очень приятно, если вы подпишетесь на мой инстаграм и на мой ютуб канал. Всех люблю, целую. Пока.